Привет, друзья! С вами Дмитрий Коробенко. Это кратенькое видео давайте посвятим новому тесту Дуолингу и его такой критике со стороны профессионалов. В смысле профессионалов, преподавателей университетов насчет его способности этого теста реально оценивать в уровне английского. Для чего я сниму это видео? В принципе, вам, как сдающим, допустим, теоретически этот тест, может быть, не очень тогда как бы нужно мнение какого-то там лингвиста, тем не менее, я думаю, если вы прослушаете несколько таких пунктов, то я так подозреваю, что если у вас будет в жизни шанс и возможность сдавать этот Дуолингу, то вы именно его и будете сдавать. Почему? Вот давайте разберемся. Итак, Дуолингу – это очень молодой тест, ему около двух с половиной лет, ну, три года максимум, да. И тем не менее, авторы его утверждают, что они вот так умудрились создать такой тест за эти два-три года, который успешно конкурирует с TOEFL и IELTS в плане оценивания уровня английского у тех, кто поступает в университеты и колледжи. Ну, звучит как бы интригующе, да, ничего себе. TOEFL и IELTS, нам по 40-50 лет постоянно люди работают день и ночь для того, чтобы разрабатывать, как бы, новые тесты и чтобы делать их такими, ну, действительно, всесторонне, да, оценивающими уровень английского. И все-таки с уклоном на немножечко, немножечко на студенческую жизнь. Все-таки, да, ну, особенно TOEFL. Вот, а тут за два-три года. Меня это, естественно, заинтересовало. И я начал искать, когда только знакомился вот с этим тестом, начал искать отзывы, реальные отзывы людей, которые либо сдавали этот тест, либо, ну, как принимали, да, на основе его принимали там учениями, абитуриенты и так далее. К моему удивлению, в интернете очень мало оказалось вообще материала по этому Дуолингу, кроме информации, которую выдают сами создатели Дуолингу. Но все-таки один отзыв, большую статью такую я нашел. Ее написал профессор какого-то университета американского, я сейчас не помню, какого, но это не имеет значения, лингвист. Вот, значит, смотрите, что он пишет, как бы. Да, он проходил специально Дуолингу несколько раз, чтобы составить свое впечатление. Ну вот, в общем основании того, что он сделал, он пришел к следующему выводу. Дуолингу абсолютно не годится для определения реального уровня английского. Абсолютно. И составлен он ужасно и вообще-вообще-вообще. Почему он так, значит, думает? Смотрите, ну действительно, давайте вот, там, первое задание допустим, да? Ну, может быть, по очереди первое, там, второе, третье. Они еще один играют, кстати, да, создатели тестов. Вот, то есть программа интерактивная, но если в Тойфу Айлс, вы знаете, что первое в Тойфу идет чтение, да? Потом аудирование, ну и так далее, да? То здесь оно может меняться. Так вот, за эти 45 минут этого Дуолинга, да? Вы, скорее всего, столкнетесь со следующими заданиями. Первое. Это заполнить пропуски в тесте. Ну, во-первых, в основном пропуски заполняются такими наполнителями, филерис, да? Или, ну, вспомогательными глаголами, то есть, have, has, were, had и так далее. И, в принципе, супер ничего тяжелого не представляют. Ну, все-таки, ну, согласитесь, это не очень высокий уровень, как бы, языка, да? Заставляет человека вставлять эти have, has, were по сравнению с Тойфу Айлс, где, ну, вы читаете текст, да? Потом отвечаете на вопросы такого типа, что автор, вот во втором взаце, призывает нас к... и четыре варианта, да? Ну, там намного-намного, естественно, перефразировано все, да? Ну, согласитесь, уровень абсолютно, вроде бы, из разных плоскостей. Это первое. Во-вторых, сами тексты ему не понравились, потому что они берутся, в основном, из каких-то классических произведений 19-го века. Ну, и начало 20-го, но совсем-совсем не похожи на ту студенческую жизнь или что-то академическое, с чем, скорее всего, столкнутся студенты в университете. Ну, это специально, типа, авторы текста говорят, мы специально так вот сделали, чтобы, ну, вот так вот мы хотели, чтобы был реальный английский. Вопрос спорный, да, тут за сто лет, естественно, язык изменился, да, и поэтому, 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 ну, наверное, все-таки тексты 19-го века, вот, откуда вставить was, were, ну, наверное, что-то не мучено. Окей, задание номер два. Найти настоящие английские слова. То есть вам дается, там, ну, скажем, 20-30 слов на экране. Из них часть английские, которые существуют в английском, и часть слов, которые похожи на английский, но они на самом деле бред, то есть их в английском не существует. Вам нужно выбрать это. Вроде бы да, ну, пишет автор, ну, да, я-то повыбирал все правильно, но дело в том, что, ну, это же оторвано совсем от контекста, ну, совсем уже оторвано, и от вас не требуется ни, как бы, ни объясни, ни увязать там с чем-то это слово, да. Просто повыбирать реально существующие английские слова. Проверяют ли это реально уровень владения английским? Ну, до определенной степени, маленький, маленький. Следующее. Значит, слушаем и пишем. Ну, тоже, ну, что, ну, правописание, ну, восприятие аудирования, ну, это, в принципе, с одной стороны нормально, да, но вам не надо ни на какие вопросы отвечать, опять-таки, абсолютно по-услышанному. Вы просто бегом печатаете то, что говорится там в аудио. Опять-таки, проверяет ли это владение вашим языком на том уровне, которое надо для колледжа, универа? Ну, что-то не очень, да. Ну, что там еще, да, четвертое. Это вы слушаете вопрос и отвечаете на него устно. В данном случае компьютерная программа тестирует ваш ритм интонации, там, так далее. Тоже очень-очень спорный вопрос, потому что, ну, потому что, ну, представьте себе, вы не с живым человеком общаетесь, как на АРЦ, да, или на ТОЙФЛ, хоть и не с живым, как бы, не с реальным человеком, но потом, ну, вы отвечаете, но все равно ваше аудио анализируется потом группой товарищей. Здесь, в данном случае, такой, может быть, и сложнейший компьютерный алгоритм проверяет вот вашу, ну, флуенсии, не флуенсии. Ну, в общем, и вот эти четыре задания, да. Дело в том, что, как вам сказать, ну, реально, давайте задумаемся, ну, как они отражают реальный уровень владения английским человеком, да. Ну, не очень. Не очень, не очень, еще раз не очень. По сравнению с ТОЙФЛ и Айлес, а в чем здесь смысл, что авторы заявляют, что корреляция соотношения этих результатов тестов очень-очень маленькая, то есть большая, вернее. Ну, то есть, ну, если человек, там, сдал из 100%, максимум, вот этот, дуолингу, там, на 90, это автоматом означает, что он на ТОЙФЛ получит из 120, скажем, там, более 110, в таком духе, что проводились исследования, даже есть, там, пару таких статей, вот они сделали, и на основании, там, 70 студентов, которых они проверяли, что да, действительно, вот очень-очень-очень отражают. То есть, может, ТОЙФЛ не сдавать человеку, не мучиться, там, 4,5 часа ехать куда-то, да, а тут дуолингу полностью на компьютере, дома, по интернету стоит, там, 10 баксов, а ТОЙФЛ у них стоит 200 баксов. То есть, ну, результаты дуолингу выдаются вам в течение 48 часов, бывает быстрее, потому что всё делает компьютер. С одной стороны классно, да, с другой стороны, ну, 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 какой мы можем мораль из этой басни извлечь? Смотрите, я считаю, поэтому на основании отзывов этого лингвиста, да, он стал на 99, не на 100, на 99, программа написала у вас супер уровень волнения английским и так далее, местами лучше, чем у языконосителя. Ну, это и есть языконоситель. Вот, и он остался очень-очень недовольным этим тестом, и он считает, что никогда, пока он там работает в этом университете, как бы имеет отношение к приему результатов каких-то тестов, никогда его универ не будет принимать тест к этому ту лингу. Вот, что Тойф и Лайлс, они находятся уже, как бы, ну, как, большая часть совершенствования, пути вот этого уже пройдены, они приближаются к финишу, потому что каждый год, вполне возможно, одни из лучших лингвистических умов мира трудятся для того, чтобы вот эти тесты сделать реально близкими к реальности, да, что-нибудь. А гаулингу тут за три года, ну, да, ну, так морально, друзья, да, если у вас есть возможность его сдавать, получается, сдавать, я имею в виду с точки зрения сдающего, абитуриента, а не профессора, который, которому он не понравился. Все-таки, смотрите, ну, раз компьютер вас проверяет и так далее, и такие вот задания, такие, которые не требуют какого-то дикого ломания головы, там, над перефразированием вот этим, да, и так далее, там какие-то супергромантические вопросы, нагромождение, нет этого. Вот так вот, вы просто 45 минут раз и все, и встали из-за компьютера, и все, и тест закончен. Издавать его можно много раз, если деньги позволяют, по 50 долларов, вы можете издавать его бесконечно, пока нет. И, вы знаете, зайдите на сайт, в общем, я ссылочку напишу под видео, englishtest, по-моему, .duolingo.com, или нет, потому что, если вы просто придете Дуолингу, да, то, естественно, повылазит у вас в результатах поиска знаменитая их платформа, Дуолингу для изучения английского, которой пользуются более 200 миллионов человек в мире. То есть, ну, мы не будем говорить об эффективности сейчас этой платформы, ну, приложения для мобильных и так далее, но, тем не менее, да, нам надо именно тест. То есть, и почитайте информацию об этом Дуолингу на сайте самих создателей Дуолингу. Окей, друзья, я желаю вам удачи на тестах всяких, вот, сдавайте на здоровье Дуолингу, да, опять, не забыл, да, на этом же сайте, вот, Дуолингу, вы найдете список университетов в мире, которые принимают результаты Дуолингу. Ну, их там пару сотен, среди них Еил, да, я прозрел, конечно, когда увидел, что Еил начал принимать, и даже Harvard Extension School, ну, тут, вы знаете, я честное слово, я еще не маникал, что такое, ну, какое-то из подразделения Гарварда, не знаю, что оно такое, принимает результаты Дуолингу. Ну, я тоже думаю, там ведь не одни дураки сидят, да, разумных людей хватает, да, и поэтому, раз его принимают, да, значит, ему доверяют кто-то, вот, я понимаю, что там в списке, ну, где-то, там, великий университет, все держители царей Бангладеш, ну, это, вы знаете, ну, это одно дело, да, что, ну, ладно, но Еил и Гарвард, это там серьезно, да, значит, раз они принимают этот Дуолингу, что-то в нем есть. Но критики много, и поэтому мне это нравится, нам, с вами, артисты, абитуриентам, как бы, да, это классно, короче, сдавайте его на вес, легче его сдать, я думаю, достойный процент, чем TOEFL и Адринс. Окей, друзья, с вами был Дмитрий Гарапенко, и до встречи в следующих видео.